Как выбрать репетитора? А вы знаете, на самом деле ответ на этот вопрос сложнее, чем кажется на первый взгляд. В школе этот выбор делают родители, но как правильно, и когда репетитор вообще не нужен, и это просто пустая трата денег? А вы знаете, если нет, то продолжайте смотреть это видео. Сегодня мы это обсудим. И, кстати, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому оно может пригодиться. От меня вам будет бесконечная благодарность, но и от того человека тоже. Представляете, когда-то мои ученики ходили к репетиторам. Ужас, это же кошмар для каждого учителя, а я в этом признаюсь. На самом деле, нет, это абсолютно нормальная ситуация. И я когда-то была и по другую сторону баррикад, я была репетитором. И, кстати, даже находясь в этой роли, я никогда не критиковала школьных учителей или учеников, которые ходили на дополнительные занятия. И самый важный вопрос, когда действительно нужен репетитор? Как понять, что вот оно время, когда нужно обращаться за дополнительной помощью? Я вот лично убеждена, что репетитор нужен только тем, кто действительно заинтересован и мотивирован учиться. Ну или хотя бы в конкретном предмете. Ну, например, нравится английский, а вот по алгебре, ну, тройки. И, в принципе, эта ситуация устраивает, так как алгебра не сильно интересна. Ну таки отлично, значит ищем репетитора по английскому языку. Ведь тройка – это все равно удовлетворительная оценка. Я вот лично не верю в отличников, которые в равной степени успевают абсолютно по всем предметам, знают их одинаково хорошо и все эти предметы им одинаково интересны. Нет. Мой опыт убедил меня, что каждый человек хорош в одном-двух, ну, может быть, еще нескольких направлениях. А так, чтобы быть одинаково прекрасным абсолютно во всем, но нет, извольте. Если вдруг вам хочется знать больше, чем школьная программа, а мы знаем, что она ограничена определенными рамками, то отлично, правда, просто супер, ищем репетитора по этому предмету или нескольким предметам, или, может быть, мы берем не репетитора, а дополнительные занятия или курсы и занимаемся. Именно такой подход делает обучение в радость, а не заставляет испытывать сплошные негативные эмоции и отрицание на этот счет. В общем, надеюсь, вы поняли, что нанимать репетиторов, начиная буквально с первого класса, с детского сада, это абсолютно глупая и ненужная затея, и как раз таки это и будет пустой тратой денег и времени. И даже если вдруг в окружении абсолютно все занимаются дополнительно с репетиторами, то это не значит, что он конкретно вам стопроцентно будет нужен. Ведь часто это делается, чтобы просто себе поставить какую-то внутреннюю галочку, типа, окей, я занимаюсь этим вопросом, все под контролем, я поступлю, сдам ЕГЭ, но на самом деле... Ну а теперь перейдем к самому интересному. Вот конкретный пункт, исследуя которым вы сможете найти того самого репетитора, который сможет решить абсолютно все ваши учебные проблемы. На самом деле нет, который поможет вам стать еще лучше в тех областях, которые вам действительно интересны. Первое и самое главное, этот пункт я просто готова говорить абсолютно всем и каждому и постоянно. Не идите заниматься к своим учителям. Сейчас я объясню, почему это не очень хорошо как для самого учителя, так и для его потенциального ученика. Но теоретически, такие дополнительные занятия с педагогом могут влиять на дальнейшие оценки ученика и на его взаимоотношения с этим учителем, то есть сформировать предвзятые отношения. Ну а еще здесь появляется момент с коррупционным флером. Ну хорошо, скажите вы, а где же тогда искать репетитора? Сейчас расскажу. Вообще для этого в современном мире существуют специальные сайты, соцсети, но и также никто не отменял и сарафанное радио. И последнее особенно прекрасно, потому что вы из первых уст можете узнать мнение человека о конкретном преподавателе. Но только не забывайте об одной важной детали. У каждого свои цели, а еще и свои критерии, по которым каждый определяет, насколько хорош или наоборот плох преподаватель. Поэтому, если вдруг вы решили спросить своих знакомых и порекомендовать кого-то, всегда узнавайте, с какой целью они искали репетитора. Но и затем, впоследствии, когда вы уже будете разговаривать с вашим потенциальным репетитором, не забывайте четко обозначать свои цели. Например, если вы хотите с помощью дополнительных занятий лучше подготовиться к ЕГЭ, то всегда нужно узнавать, готовил ли этот преподаватель раньше, знаком ли ему формат экзамена, какие были результаты его учеников, как долго они занимались, и по каким пособиям будет осуществляться подготовка. И из предыдущего пункта логично вытекает следующий. Задавайте репетитору как можно больше вопросов о его образовании, о его опыте, о его учениках. Также будет очень здорово, если вы сможете найти реальные отзывы. И отдельно хочу выделить вопросы, которые касаются условий работы репетитора. Почему-то некоторые стесняются задавать их, а потом возникают какие-то недопонимания и скандалы, и конфликты. Не очень хорошая ситуация. Здорово, если вы уже до начала занятий будете знать, какие условия для переноса или отмены занятий, или, например, изменения времени. Правда, не надо стесняться задавать их, это абсолютно нормальные вопросы. И человек, который серьезно занимается репетиторством, и он профессионал в этой сфере, абсолютно адекватно на них отреагирует. А еще такая беседа позволит вам лучше понять, совпадают ли ваши взгляды, комфортно или нет вам будет заниматься с этим человеком. И последний, четвертый момент, но он не менее важен, чем все остальные. Не верьте красивым обещаниям. О высоких результатах, о быстрых результатах, о супер интерактивных занятиях не надо. Ни один квалифицированный репетитор никогда не будет безапелляционно гарантировать высокий балл по итогам сдачи экзаменов. К сожалению, только неопытные преподаватели с низкой квалификацией и низким уровнем знаний берутся абсолютно за всех учеников, которые к ним обращаются, начиная дошкольников и заканчивая студентами вузов. Поэтому обязательно расспросите потенциального репетитора, как же он планирует работать с вами, по какой программе, по каким учебникам, как часто, какая будет продолжительность занятий. Ну и конечно в идеале, если вам обещают супер индивидуальный подход, репетитор должен на первых же занятиях предоставить вам индивидуальную программу, по которой он будет заниматься только с вами, и которую он разработал специально для вас. Нет, но ведь такое же правда бывает, просто найти очень сложно. Ну и для начала, на мой взгляд, хватит. А если вам интересна тема поступления, обучения в школе или вузе, то вот еще видео, которые будут вам полезны. Ну а если это видео вам понравилось, то обязательно ставьте лайк, это важно для меня. А еще пишите в комментариях, занимаетесь ли вы с репетиторами, что вообще о них думаете. Самый интересный комментарий появится в следующем видео. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok